Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов Общество России Полночь 2, 7 марта 2020 года на 8 градусов потеплела сумасшедшая цифра Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов Фото Франсуа Ленойя, Мройтез На длинных мартовских выходных россиян из центральной части страны ждет практически майская погода около 10 градусов тепла, а где-то и выше Что происходит с климатом, почему минувшей зимой в Москве не было ни снега, ни морозов Чем грозит потепление и стоит ли верить бьющей тревогу активистке Грете Тунберг На эти вопросы ленте.ру ответил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН заместитель директора Института физики атмосферы имени Аэма Буховаран Владимир Семенов Лента.ру Что в этом году происходит в Москве Когда мы говорим о глобальном потеплении, в среднем речь идет о повышении температуры на 1-2 градуса А этой зимой температура вообще редко опускалась сильно ниже нуля Семенов, когда мы говорим о глобальном потеплении, то в среднем оно составляет 1 градус Но если брать территорию России, то тут потеплело уже не на 1, а на 2 градуса или даже чуть больше Это так называемое арктическое усиление То есть чем ближе к полюсам, тем глобальное потепление проявляется сильнее, в тропиках оно меньше Зимой теплеет больше, чем летом, и поэтому если летом у нас теплеет, условно, градуса на 1,5, то зимой где-то градуса на 2,53 В последние 30 лет быстрее всего зимой теплеет в декабре на 4 градуса Да, но сейчас мы говорим о совсем других колебаниях температуры Это я говорю к тому, что реальные изменения зимней температуры за последние 30-40 лет составили где-то 2,53 градусов Это, конечно, немного, но чтобы осознать, насколько сильны изменения, надо понимать разницу температур между месяцами В переходные к зиме сезоны температура меняется на 5-6 градусов От августа к сентябрю градуса 4, от сентября к октябрю, от октября к ноябрю и от ноября к декабрю примерно 5-7 градусов То есть на 3 градуса температура изменяется за полмесяца Вот так в среднем у нас начало зимы и сместилось Если раньше снег выпадал в конце октября или начале ноября, то сейчас уже в среднем он выпадает во второй половине ноября На фоне этой тенденции происходят межгодовые колебания температуры Зимой они более интенсивны, потому что в нашем регионе, в североатлантическом, арктическом секторе Наблюдается внутренняя изменчивость атмосферной циркуляции Даже без внешних воздействий всегда будут такие скачки от года к году вверх-вниз Они связаны с так называемым североатлантическим колебанием Это разница давления между, грубо говоря, Исландией и Азарскими островами Определяющие зональный поток Северной Атлантики, который создает в Европе мягкий климат Но и до нас доходят чем сильнее, тем дальше на восток все это заходит И в этом году это североатлантическое колебание было аномально сильным Да, был колоссальный перенос теплого воздуха с запада на восток, с Атлантики в Европу На синаптических картах хорошо было видно циклоны, которые зарождаются к западу от Гренландии И они усиливались исландской депрессией и шли дальше с этим потоком один за одним на север Евразии Принося нам постоянно теплые воздушные массы и сильный западный ветер Раньше такое было Было Такие скачки североатлантического колебания вызывали у нас положительные аномалии температуры Но не настолько, как сейчас Здесь есть два вопроса На один мы можем ответить К этому случайному скачку мы добавляем еще те 3-4 градуса зимнего потепления И раньше, 30 лет назад, в такой ситуации было бы не минус 1 или минус 2, а минус 4-5 И выпадавший снег, наверное, лежал бы, а не таял Сейчас же, уже на фоне такого скачка, мы прибавляем еще 3 градуса и получаем несколько иную ситуацию Москва, зима 2020 года Фото, Максим Блинов, РИА Новости А как вы лично думаете? Скорее всего, это могла быть случайная аномалия атмосферной циркуляции, которая случалась всегда теплые зимы и раньше бывали Но вот я говорю, добавьте к таким скачкам компонент, связанный с потеплением, и, возможно, мы получим вот эту теплую зиму Потому я объясняю так, это аномалия атмосферной циркуляции на фоне глобального потепления Единственное, что добавлю, Баренцево море, скажем, перешло полностью в безледный режим В циклоне циркуляция воздуха идет против часовой стрелки, то есть ветер в них дует с севера на юг И если раньше Баренцево море было хотя бы частично покрыто льдом, и воздушные массы там были холодные, то теперь там, наоборот, свободная водная поверхность, которая имеет пусть и небольшую, но плюсовую температуру И это третий фактор, который способствует и далее будет способствовать притоку теплого воздуха, поскольку лед в целом в Арктике продолжает сокращаться быстрыми темпами Москва с трех сторон окружена теплыми регионами, откуда холод прийти не может С запада это Атлантика, на севере это Баренцево море, свободная от Ольда, на юге южные регионы, где теплее И получается, что единственная область, откуда к нам может приходить холодный воздух, это Восток Значит, можно сказать, что очень скоро наш климат будет походить на западноевропейский, и снега зимой вообще практически не будет Или это одноразовое явление, которое вряд ли скоро повторится Безусловно, эта зима не показатель Следующая с очень большой вероятностью такой не будет, она будет снежной Эти аномалии вокруг среднего случайны и происходят как в положительную, так и в отрицательную сторону Норма в январе была, насколько я помню, минус 10 градусов, а сейчас стало где-то минус 7,5 Теплеть будет и дальше, станет не минус 7, а минус 5 через лет 20, тем не менее это отрицательные температуры Так что-то, что мы сейчас наблюдаем, это, с одной стороны, аномалия, но с другой дают нам пример того, какими будут зимы примерно через 30 лет Действительно, климат будет не таким, как в южных регионах, а скорее как в северной Европе, где ощущается влияние североатлантических масс, Голландия, север Германии Это мы и будем наблюдать плюсовые температуры зимой, редкие скачки в отрицательную сторону, снег как аномалия Вот такое окно в будущее нам сейчас приоткрыли Интересно, а что тогда будет в Европе и далее на юг? Станет, например, на экваторе настолько жарко, что там будет жить совсем невозможно, а в Европе плюс 15 зимой? Нет, не станет Прежде всего, как я уже сказал, на экваторе теплеет в два раза медленнее, чем в Арктике Там температура выросла не на градус, а на полградуса Через 30 лет еще настолько же повысится Даже к концу века на экваторе потеплеет градуса на полтора-два, и печка этот регион не станет С Европой ситуация такая, там мягкий климат, и разница между зимними и летними температурами небольшая из-за близости океана Он теплеет значительно медленнее, чем суша, это как термостат Зимой, скажем, будет 12 градусов, а летом все равно в североатлантическом регионе будет 22-23 градуса И эти два значения будут сдерживать рост температуры, и потому сказать, что там будет баня, тоже нельзя Больше всего в этом плане пострадают континентальные регионы, центр Сибири Там мы увидим наиболее высокие значения потепления Скажем, в Якутии было минус 40, а стало минус 32 На 8 градусов потеплела сумасшедшая цифра, но не знаю, заметят ли они разницу между минус 40 и минус 32 Таяние вечной мерзлоты приведет к выделению парниковых газов и если да, чем это грозит? Действительно, при оттаивании вечной мерзлоты высвобождается углерод Который был заморожен в органических останках, появляются болота, в которых все это начинает гнить Соприкасаясь с воздухом, появляется углекислый газ либо метан, еще более опасный парниковый газ Помимо этого еще есть так называемые метангидраты Это метан вместе с молекулами воды под большим давлением При потеплении они также начинают высвобождаться В том числе на арктическом шельфе расположены большие их запасы Таким образом, потепление действительно может вызвать большой поток метана, который будет и далее разогревать Землю Но пока все это предмет дискуссии Например, те потоки метана, которые наблюдаются сейчас на арктическом шельфе Кто-то говорит, что это свидетельство метановой бомбы И только этот метан разогреет планету еще на несколько градусов Другие говорят, что это потоки в зонах выхода геотермальных разломов Что они были всегда Что это точечные участки, не свидетельствующие о каком-то обширном выходе метана Остров Рудольфа Архипелага Земля Франца Иосифа Фото, Павел Львов, Рия Новости То же самое с болотами очень неопределенные оценки того, как отреагируют потоки парниковых газов на происходящие процессы Плюс, если у нас будет много парниковых газов, это должно положительно повлиять на растительность, которая станет поглощать больше углекислоты В общем, потенциально да, такая возможность есть, но существует очень большая неопределенность в количественных оценках этих эффектов Политики, говоря о глобальном потеплении, всегда нагнетают Планету надо спасать, времени мало Действительно все так плохо? И действительно ли какие-то наши действия помогут справиться с последствиями глобального потепления? Или это больше спекуляции для зарабатывания политических очков? В этом-то и проблема Ответы да, и нет Быстрые изменения климата через десятилетия могут существенно изменить и экономику, и жизнь людей Это факт И факт состоит в том, что человек на это влияет Общими усилиями мы можем попытаться на это воздействовать и снизить выбросы парниковых газов Используется ли это политиками для разгона волны и достижения политических интересов? Конечно Здесь просто важно понимать, что когда они начинают отрицать глобальное потепление и антропогенный фактор, это же наука Ученые тут ни при чем Физика, климат, атмосфера тут ни при чем С другой стороны, если взять Россию, Москву, вот такая зима это разве плохо? Я считаю, что прекрасно, и многие так считают Глобальное потепление несет не только отрицательные, но и положительные эффекты Но, конечно, в среднем для большинства стран, и в особенности для густонаселенных стран Азии и Юго-Восточной Азии оно представляет большую проблему Во-первых, надо оставить науку ученым, не отрицать очевидные вещи и не потворствовать каким-то альтернативным гипотезам только потому, что они укладываются в политическую точку зрения оппонентов тех, кто выступает за борьбу с глобальным потеплением Во-вторых, мы видим, что эта проблема то возникает в политическом дискурсе, то исчезает из него Вроде бы об этом достаточно громко говорят на протяжении лет 30 уже, ну, не 30 может, 20, но с разной интенсивностью На фоне экономических кризисов, войн сейчас эта тема несколько приглушена Я заметил, что в последний год и, возможно, Грета Тунберг послужила здесь каплей, переполнивши чашу Уже даже в Европе звучат голоса людей, которые говорят Послушайте, давайте не будем истерить Проблема есть, но не настолько острая, чтобы делать какие-то безумные шаги Отказываться полностью от мяса, проводить какие-то компании, не ходить в школу Появляются аналоги Грет и Тунберг с другой стороны И если ученые раньше однозначно останавливались на том, что глобальное потепление это зло, надо с ним бороться Сейчас говорят по-другому, что оно есть, но и раньше подобное случалось И само потепление не является смертельной угрозой Потому что человек и жил, и будет жить, даже если температура изменится и на плюс 10 градусов, и на минус 10 Вы имеете в виду глобальную температуру? Да, даже глобальную Потому что в ледниковые периоды уже был человек, а температура была на 6-8 градусов ниже Живет он и в Африке, где она существенно выше Все это не проблема, проблема в адаптации к таким быстрым изменениям Наша хрупкая инфраструктура настроена на определенный климат, и она уже не может оперативно адаптироваться к этому Это связано с большими экономическими потерями, и в этом проблема Человек много всего настроил близко к побережью, основываясь на средних климатических нормах А сейчас они меняются качественно И как раз в этом проблема, а не в том, что высокие или низкие температуры истребят человечество Вот вы упомянули Грету Тунберка, если помните, когда остро стояла проблема озоновой дыры В ООН в 1992 тоже выступала девочка, которая привлекала внимание к необходимости ограничения выбросов фреона Вроде бы мы же снизили их, и теперь вопрос истончения озонового слоя не стоит так остро Воздействие фреонов на озоны это научный факт, это химия Также является фактом, что озоновая дыра зависит от динамики атмосферы, и те изменения, которые происходили там от фреона, могут случиться и из-за этого Что касается девочек, это просто такой пиар-прием, достаточно удачный, поэтому такие девочки будут постоянно появляться и протестовать Вы говорите, что озоновая дыра может увеличиваться и сокращаться в результате природных явлений Но сейчас можно говорить, что уменьшение выбросов фреона привело в этом случае к положительной динамике Можно сказать, что если бы мы продолжали наращивать выброс фреонов, то у нас продолжилось бы разрушение озонового слоя То есть этот эффект был рассчитан, он значим, заметен, опасен, и то, что его остановили, это факт Тут еще что важно, когда говорят, зачем вы хотите сокращать какие-то выбросы, да это только через 40-50 лет проявится Докажите, что есть какой-то эффект В том-то и сила науки, чтобы предсказать эффект без засовывания руки в расплавленный свинец, который, кажется, как будто водичка булькает Иначе зачем она нам нужна? Те оценки, которые делаются, физически обоснованы Мы говорим, да, такое может случиться, давайте постараемся снизить опасность Вы говорили, что по азиатским странам глобальное потепление ударит особенно сильно А что насчет эпидемий? Это может стать их катализатором Для нашей страны основная проблема в этом плане сибирская язва в скотомогильниках Расположенных в достаточно большом количестве мест, где животных хранили в мерзлом грунте Сейчас он оттаивает, и все это сталыми водами появляется на поверхности Все это разносится Существует опасность вспышки таких заболеваний И область распространения насекомых-разносчиков инфекционных заболеваний увеличивается по мере потепления климата Они начинают покрывать все большую территорию Что касается вирусов, коронавируса тут я ничего не скажу Мне кажется, что это с потеплением напрямую никак не связано Вернемся к локальной ситуации в России Это лето тоже будет аномально жарким Лето от зимы никак не зависит И теплая зима не гарантирует ни теплого, ни холодного лета Поэтому предсказать его сейчас мы не можем Это вопрос гаданий Ближе к лету, где-то в апреле-майе уже появятся сезонные прогнозы Потому что именно за 2-3 месяца метеослужбы могут составить хотя бы более-менее точный прогноз Их составляет наш гидрометцентр И он относительно сбывается В плане того, будет ли теплее или холоднее нормы Предсказуемость в основном зависит от аномалий температуры поверхности океана Зная ее, мы можем понять отклик атмосферы Но время жизни этих океанических аномалий как раз 2-3 месяца Сейчас еще начало марта, так что к лету все может сильно измениться Беседовал Михаил Карпов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok